Как мы и предполагали, еще до выборов в США победный результат Трампа может быть не принят Клинтон. События этой недели подтвердили наш прогноз. Как сейчас выясняется, Клинтон не хотела звонить Трампу и поздравлять его с победой, тем самым признавая свое поражение. Убедила ее в необходимости ритуального звонка никто иной, как сам президент Обама. В субботу об этой истории сообщила информированная вашингтонская газета Hill. Поскольку сейчас Клинтон не с руки давать задний ход, да и побаивается она Трампа, ведь тот в любую минуту может передумать и возобновить против нее расследование, которое приведет ее в тюрьму, то избрана интересная политтехнологическая модель. Официальную апелляцию на пересчет голосов пока в одном штате, но все же как прецедент, подала в пятницу кандидат от партии «Зеленых» Джилл Стайн. Сама Стайн получила на выборах менее 1% голосов, но ее статус позволяет настоять на пересчете. Адвокаты Клинтон тут же подхватили идею и заявили, что примут участие в пересчете. А повод для сомнений все тот же, якобы хакерские атаки со стороны России. О них же Хиллари много говорила заранее, как бы стеля соломку на всякий случай, именно для будущего пересчета в случае провала. То есть интрига есть. Трамп тут же назвал попытку пересчета мошенничеством и вновь объявил президентские выборы законченными. О нюансах после выборной борьбы и очередной недели Трампа. Наш Сапкор в Вашингтоне. Александр Христенко. У Дональда Трампа все еще пытаются отобрать победу, причем чужими руками. Экс-кандидат в президенты, лидер «Зеленой» партии Джилл Стайн, набравшая менее 1%, требует вручную пересчитать голоса в трех ключевых штатах. Избирком Висконсина уже дал согласие, при том, что даже сама Стайн признает, дело мутное. У нас нет доказательств фальсификации, нет неопровержимых фактов. Но что мы имеем, это выборы, которые прошли в условиях хакерских атак. Не уловимые и всесильные русские хакеры, на уровне ощущений, подозревает Стайн, могли что-то подкрутить. В Висконсине Трамп набрал на 27 тысяч голосов больше, чем Клинтон. В Мичигане, где тоже хотят добиться пересчета, на 11 тысяч. В Пенсильвании преимущество республиканца 68 тысяч голосов. Если во всех трех штатах власти согласятся пересчитывать голоса вручную и вдруг получат другой результат, то в Белый дом въедет не Дональд Трамп и, конечно, не Джилл Стайн, а Хиллари. Сама Клинтон молчит, вроде бы не за и не против, но ее помощники, выждав паузу, однозначно заявили – мы в деле. Она выиграла более двух миллионов голосов по всей стране, а в Висконсине разница всего 27 тысяч. В таких случаях важно поставить точку. Они продолжают попытки разделить страну и после выборов. Это позор, что команда Клинтон поддержала эту идею. Она сама сказала – выборы закончились, надо отойти в сторону и признать результаты. Дональд Трамп назвал попытку пересчета мошенничеством. Пересчет – это просто способ для Джилл Стайн, которая получила меньше 1% голосов в целом и даже не баллотировалась во многих штатах, набить карманы деньгами, большую часть из которых она никогда даже не попробует потратить на свой абсурдный пересчет. Во всех трех штатах я выиграл, получив голоса большего числа избирателей. Будто не закончилась избирательная кампания и для продемократических либеральных СМИ. Оголтело критикуют буквально каждый шаг, еще даже не вступившего в должность президента. Очередной день необычных новостей вокруг возможных назначений. Кандидатуры на пост такие, что чем дальше, тем становится смешнее. Всех главных действующих лиц американского телевизионного мейнстрима Трамп собрал в своей башне. Те думали, что будут обсуждать доступ журналистского пула в Белый дом. Вместо этого – разнос. Уходя, никто не проронил ни слова. Ни бессменный ведущий СНН Вольф Блицер, ни сторожил CBS Чарльз Роуз. Ни ведущая канала Марта Радоц. Трамп, как говорят источники, в лицо назвал ее ужасным журналистом. Из-за того, что в выборную ночь в эфире ведущая чуть ли не оплакивала провал Хиллари, да еще и ссылаясь на ее напарника, кандидата в вице-президенты Тима Кейна. У Тима Кейна сын морской пехоти. И его спросили, если бы Дональд Трамп стал бы главнокомандующим, вы бы доверили жизнь своего сына и его руководству? И Кейн сказал, нет, не доверил бы. Это говорит отец военного, который защищает нашу конституцию. На этой неделе журналисты не видели Трампа со вторника. В своем флоридском гольф-клубе «Маралаго» он подбирал команду. Главная интрига – кто займет пост госсекретаря. И здесь возможны невероятные сюрпризы. Новость недели. Среди претендентов на высший дипломатический пост называют Данера Рабахера, конгрессмена, которого всегда обвиняли чуть ли не в пророссийской позиции. До сих пор фаворитом среди кандидатов на должность госсекретаря считался миллионер, мормон, бывший кандидат в президенты, проигравший Обаме Мит Ромни, который известен напротив своими антироссийскими высказываниями. Это теперь они с Трампом жмут друг другу руки. Но в начале избирательной кампании тому явно не хватило дипломатичности. Трамп – жулик, мошенник. Он менял свое мнение не на протяжении нескольких лет, а за время кампании. Мит реально слабак. Он облажался. Так облажался. Я не видел никогда в жизни, чтобы кто-то так влажал. Все еще серьезно обсуждается и кандидатура бывшего мэра Нью-Йорка, друга Трампа Руди Джулиани. Но самый комфортный госсекретарь вовсе не означает самый эффективный. Трамп много того, чего говорил. И ему много, что говорили, кто первый начал, не всегда легко установить. И я думаю, со стороны Трампа очень мудро не быть обидчивым. Хотя я думаю, что какие-то вещи он запомнит и не так легко простит. Но в то же время, если Трамп хочет иметь компетентную администрацию, и администрацию, которая сможет работать с Конгрессом, которая будет пользоваться достаточной общественной поддержкой, то ему, конечно, нужно расширять свой круг сторонников. И нужно делать так, чтобы его повестка дня пользовалась, ну, если хотите, достаточной симпатии в Конгрессе. С Конгрессом надо будет работать в том числе, чтобы вновь наладить сотрудничество с Москвой. Но на Капитолийском холме в спешке готовят новые санкции против России, чтобы попытаться успеть принять их до инаугурации Трампа и тем самым загнать его в жесткие рамки. Ведь избранный президент в последнем интервью «Нью-Йорк Таймс» вновь подтвердил настрой на диалог с Россией. Я бы не использовал термин «перезагрузка» после того, что произошло. Я был бы очень рад, если бы смог поладить с Россией. И думаю, русские тоже. Это в наших обоюдных интересах. Трамп дал генералам 30 дней на то, чтобы они разработали и представили ему план борьбы с ИГИЛ. Хотя вакантными в его кабинете остаются еще важные посты министра обороны, министра финансов и директора национальной разведки. Собеседования продолжаются. Завтра у Трампа запланированы сразу 8 встреч. Среди соискателей победитель конкурса «Шериф-2013» Дэвид Кларк, который прославился тем, что призывал американцев к бунту. «В стране все ветви власти поражены коррупцией», – писал Кларк. И настало время факелов и вилл. Правда, потом добавил, что в принципе и Трамп в состоянии разрушить этот вашингтонский картель. Александр Христенко, Николай Коскин, Елена Соколова. Вести недели. Вашингтон. США.